о том, правильно, это неправильно, то вот о жизни. У нас в Подторецком большинство сел уже второй месяц без воды люди живут. В военных частях сейчас в большинстве нет воды. Туда возят воду водовозами, и военные как-то хоть себя могут обслуживать. Вот у нас в Угледаре вторую неделю бастуют шахтеры, потому что им третий месяц не платят зарплату. У нас в Славянске массово остановили все керамические производства после того, как отменили ночной тариф, и сегодня они не могут работать по тем ценам электроэнергии, которые сейчас ввели в результате рынка электроэнергии. У нас в Славянске процветает рейдерство земли, и депутаты от эксправящей коалиции все это дело крышуют. И в большинстве городов. Поэтому давайте будем сегодня реалистами. Вот мы живем в тех условиях сейчас провокации и безвластия, которые происходят реально на местах. И сегодня рассуждать о великих материях, НАТО, ЕС, куда нас позовут, какую церковь кто будет ходить указывать, рассказывать на каком языке кто будет разговаривать. Да давайте вернемся на землю. Сегодня на местах происходит полнейший беспредел. И то, что Гройсман сейчас занялся избирательной кампанией, парализовав тем самым работу как такового правительства, что люди живут без воды, с сумасшедшими ценами, с неконтролируемыми тарифами, вот это первая ответственность существующей пятилетней власти. И поэтому у нас у всех есть один с вами шанс 21 июля идти на выборы. И голосовать не за гречку. Без агитации и за кого голосовать? Безусловно, да. Не за красивое обещание, а понимать, что первое, что нам нужно, мир. И те, кто сегодня воюют в студиях, те, кто рассказывают здесь, а где ты был, а где ты не был, да. Мы знаем, сегодня тысячи людей каждый день живут на войне. Тысячи матерей отправили... Зайцевы дети ходят туда-сюда через линию учиться. Тысячи матерей отправили своих сыновей на войну. Тысячи переселенцев, сотни тысяч лишили всех прав в своей стране. И поэтому наша сегодня задача не дискутировать, уже все проговорено. Путем войны мир за пять лет не смогли восстановить. Сегодня есть один путь путем переговоров, путем конструктивных сегодня переговоров в контексте Донецка, Луганска, Москвы, на фундаменте Минских соглашений вести переговорный процесс. И то, что за эти пять лет... Так вот, нехай Россия и ведет свою зброю, свои войска и не поставит их в Украину. Это мы все уже слышали. А что слышали? Слышали. Ничего вы не сделали. А Россию даже не сгадывают. И сегодня наша задача... Они стыдливо оминают то, что российские войска на нашей территории вбивают украинцев. И не дотримаются минских договоренностей. Россия. Вот понимаете, в чем проблема наших вот этих горе-политиков, которые воюют здесь в украинских студиях с Россией, а при этом боятся идти на конструктивные переговоры, потому что они не чувствуют силы дипломатии в себе. Они не чувствуют действительно поддержки для того, чтобы пойти и найти компромиссные решения. Потому что не ваши дети там сегодня живут в этих бомбоубежищах. И поэтому вы тут героически из себя изображаете защитников. Так вот, такие горе-защитники за пять лет, к сожалению, ничего не сделали. И другого выхода уже сегодня нет, кроме как садиться и идти к миру. И настоящие герои – это те люди, которые возвращают мир и начинают восстанавливать сегодня свою страну. Поэтому не нужно больше провоцировать агрессию и войну в нашей стране. А решайте те вопросы, которые состояние решить. Павел Моглёв. Оце, 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 оце.